Аким села Хазалсай с населением 7600 человек отчитался перед жителями о проделанной работе и выслушал их обращения и предложения. В ходе встречи был затронут ряд вопросов. На сегодняшний день освоено 90% средств, выделенных на развитие села на 2024 год. В населенном пункте функционируют 45 субъектов малого предпринимательства и 7 фермерских хозяйств. Как отметил глава сельской администрации, в настоящее время здесь решается ряд вопросов, в том числе и проблема безработицы. По итогам прошлых встреч был составлен план мероприятий, дано 57 поручений. Сегодня выполнено 47 из них, остальные на контроле. По информации Жанузенского городского центра занятости, за отчетный период было зарегистрировано 459 безработных, 302 из них трудоустроены. На молодежную практику были направлены 8 специалистов, на постоянные рабочие места 108, на платные общественные работы 158 человек. Встреча прошла в спокойной обстановке, и никто из сельчан не возмущался по поводу наболевших проблем. Жители затронули ряд вопросов. Первый – аварии с участием крупного скота, причем не только ночью, но и в дневное время. Ответственные лица отметили, что в следующем году на дорогах будет установлено 25 скоростомеров. Чиновники также пообещали решить проблему нехватки маршрутных автобусов и бесплатных перевозок школьников. В первую очередь в селу Казалсай нужен дежурный врач. Для вызова скорой помощи мы сначала звоним в область, только потом, после этого они обращаются в город. На все это уходит несколько часов. Неужели нельзя построить в селе Казалсай пункт скорой помощи? На днях мы поднимали этот вопрос на конференции в Актау. Начиная с 15 ноября в селу Казалсай будет выделена отдельная бригада скорой помощи. Жители села дали положительную оценку отчету Акима. После собрания глава города провел личный прием граждан. Чиновники заверили, что все озвученные вопросы и предложения будут рассмотрены. Ирдос Кужан тайлы Сауле Жуманбет Шынғыс Жамбулатулы Дидар.